на библейский портал экзегет пришел вопрос можно ли выходить замуж без любви если человек хороший сейчас принято выходить замуж тогда когда человек чувствует себе любовь когда какое-то особое чувство зарождается в душе и когда человек уверен что вот с этим человеком он пойдет по жизни счастлива что никакие трудности которые жизнь нам подбрасывает подкидывает никакие не сломит нашу любовь но вот представим себе что человек есть хороший и в общем что называется пришла пора выйти замуж или жениться вот тот человек нас любит мы не испытываем такого чувства в глубине своей души и тем не менее человек хороший можно ли составлять с ним пару я все-таки думаю что это весьма и весьма разумно вот то чувство которое соединяет зачастую врачующиеся пары она бывает достаточно недолговечным очень часто первоначальная влюбленность пылкость чувств что называется она уходит как это на второй план с бытом с рождением детей с трудностями какими-то и человек оглядываясь думает я наверно ошибся я вот за любовь принял что-то другое хотя тогда когда он принимал решение о женитьбе или замужестве он думал что это такая вечная вечная любовь но вот он ошибся и что теперь если люди настолько разные настолько из разных социальных слоев по-разному смотрят на жизнь вообще мезальянс такой получился семейный мезальянс и как дальше жить вот эта первоначальная влюбленность прошла а человек человек оказался другим чем ты его себе ранее представлял вот в этом случае может быть как раз очень хорошо было бы если бы можно было трезво в свое время взглянуть на другого человека любовь заслоняет очень многие недостатки которые остаются реальные и идут с нами по жизни в реальной в реальной уже жизни вот если человек действительно хороший но вот этой пылкости чувств вам не достает а тот человек говорит что пойдет с вами по жизни и доказывает это своими поступками то я бы это мое личное конечно мнение я бы сказал что это хороший даже вариант вот без такой яркой пылкой любви люди которые женятся или выходят замуж как правило проживают долгую трезвую счастливую плодотворную жизнь совместно потому что у них нет вот тех иллюзий которые предоставляет им влюбленность пылкая которая проходит так что на вопрос о том можно ли выйти замуж если вот этих пылких чувств вам не достает но человек хороший я бы ответил безусловно да это можно бывает конечно и так что человек который согласился с предложением другого человека и прожил некоторое время уже с ним возможно уже и дети есть вдруг через какое-то время скажем через три-четыре-пять лет встретил кого-то в кого ну вот всеми фибрами своей душе влюбился и который чувствуется им как человек совпадающий с ним во всех смыслах во всех отношениях и он думает да я вот решил тогда в свое время выйти замуж за или жениться на человеке который ну вот не то чтобы антипотичным не был но не было таких пылких чувств а тут вдруг меня захлестнули эти чувства явных не понял что такое настоящая любовь что только с этим человек у меня был быть счастлив и в результате распадается прежняя семья делается несчастным тот человек с которым вступил человек в брак делаются несчастными дети которые возможно уже появились к тому времени да и сам человек чувствует конечно за собой вину несмотря на то что вот ему кажется что он нашел свою судьбу такое может быть спросим себя да такое может быть такое часто даже бывает но скажем положа руку на сердце а разве не может такого же быть если люди поддались вот этому первому пылкому чувству и сказали да это брак на всю жизнь мы любим друг друг так как никто никогда в истории человечества не любил может ли быть что через пять лет эти люди разбегутся найдя лучшую себе как они считают половинку и так тоже может быть никто никогда никаких гарантий на всю жизнь не дает будь то великая влюбленность будь то трезвый расчет гарантий никаких никто никому не даст но вот некоторые психологи даже считают что пылкость чувств первоначальная она иногда вредит трезвой оценке ситуации и делает брак наоборот не более прочным а менее прочным в среднем бывают исключения но все-таки на длинной дистанции первоначальная влюбленность она во многом уступает трезвому расчету даже не говоря уже о том что общим интересам общем ценностям общему подходу в жизни так что брак это всегда риск брак всегда труд большой и надеяться на то что будет большая любовь не будет трудности или ее не будет и это поможет преодолеть что-то очень сложно мы не можем дать и ожидать никаких гарантий от жизни нужен труд нужно взаимная помощь нужно доверие друг другу люди должны быть адекватными это как раз легче оценить когда нет вот этих пылких чувств и нужна конечно помощь божия которая дается в таинстве брака в таинстве венчания внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео